Старый дом открыл сезон в Москве. Новосибирский театр вернулся с престижного фестиваля «Горький плюс». Артисты представили столичной публике спектакль Никиты Кобелева «Дачники». О чем Старый дом порадует своих зрителей, расскажет Алексей Кудинов. 90-й сезон Старый дом закрыл Южно-Сахалинский. В конце июня на фестивале театров Дальнего Востока новосибирцы сыграли спектакль «Петерс». 91-й сезон начали также далеко от дома. Столичная публика на ура приняла постановку «Дачники». В ноябре этот же спектакль повезут в Санкт-Петербург. Сыграют на новой сцене Александрийского театра. Запланирован еще один визит в столицу. В декабре месяце мы планируем повести спектакль «Котлован» в постановке нашего главного режиссера Антона Федорова. Мы планируем московские гастроли. Планируем в течение двух дней трижды показать спектакль на одной из площадок театра «Современник». Мы прекрасно знаем, что театр «Старый дом» имеет свой такой отличительный почерк. И благодаря этому почерку этот театр ждут очень многие площадки и города нашей большой страны. Сейчас труппа «Старого дома» готовится к встрече со своими зрителями. Сезон на родной сцене откроет через неделю спектаклем «Цветы для Элджернона». Это июньская премьера. История об эксперименте по повышению уровня интеллекта. Первая премьера нового сезона запланирована на октябрь. Главный режиссер с труппой взялись за бременских музыкантов. Мы честно работаем над материалом. То материал у нас начинает вести в какую-то свою сторону. Вот такое случается. Поэтому здесь нужно сказать, что мы уже неделю репетируем и понимаем, что этот спектакль не детский. Известно, что в спектакле будет звучать музыка Гладкова в новой аранжировке. А вот над названием недетской постановки по мотивам бременских музыкантов в театре еще думают. Также в этом сезоне театр представит спектакль по сценарию Геннадия Шпаликова «Долгая и счастливая жизнь». Поставит его Елена Павлова. В конце сезона публика увидит работу по роману Нарине Абгарян «С неба упали три яблока». Также в планах режиссерская лаборатория, которая может пополнить репертуар «Старого дома» еще несколькими спектаклями. Алексей Кудинов, Евгений Акеев, Новость ОТС.